На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами «Затемнение». Из темноты появляется белый фон, чёрными буквами надпись «Отто Пине Цайга Цян». Часть первая. Добрый вечер. Ну, сегодняшние наши герои — это художники абсолютно разных поколений и разных культур. Отто Пине — немецкий художник послевоенного поколения, один из участников группы «Зира», группы «Ноль», может быть, такой самый, значительный именно группы движения в послевоенном искусстве западной Германии. Цайга Цян — один из самых знаменитых современных китайских художников. Это вот этот феномен нового китайского искусства, может быть, такая же звезда международная, как Айвейвей, например. Хотя в Китае он, в общем, давно не работает. О том, что он делает и где он работает, я расскажу, естественно, позже. Общее у этих двух художников, наверное, то, что оба они сделали пространством осуществления своих проектов небо. Оба они работают в небесах. И Отто Пине является изобретателем такого нового направления. Скай-арт, небесное искусство. Вот был ленд-арт, о котором мы несколько раз говорили. Вот Отто Пине придумал скай-арт, и в каком смысле продолжателем этого скай-арта, небесного искусства, является Цайга Цян сегодня. И оба они работают со стихиями, со светом и с огнём, который они по-разному используют. На экране две цветные фотографии. На левом снимке художник Отто Пине. Пожилой мужчина с коричневым платком на шее в кожаном пальто и белой рубашке. Волосы с сединой немного ниже ушей. Мужчина стоит в тени, освещено только лицо, взгляд направлен на зрителя. Сзади него, в правой части фотографии, схематичное изображение салюта или многоконечной звезды красного цвета на зелёном фоне. На правой фотографии, в полоборота, изображено лицо художника Цайга Цяна. Это немолодой мужчина азиатской внешности. У него выбриты виски, оставлена только полоска коротких тёмных волос в центре головы. Взгляд его направлен на зрителя. Собственно говоря, Отто Пине, с которым он первый герой нашей сегодняшней лекции, немецкий художник, поколение, принадлежащее к тому поколению, которое совсем юношами застало войну. Это было... На войне он успел повоевать и побывать в плену. Это была обязательная воинская повинность, поэтому никто избежать этого не мог. Но при этом, в отличие от художников, немножко более старше, чем он, для него было принципиальным, когда он вернулся с этой войны, когда он получил художественное образование, было принципиальным начать какую-то новую жизнь, придумать новые перспективы для этой самой страны, которая пережившая чудовищную трагедию, пережившая чувство вины чудовищное, которая несколько поколений немецких художников и немецких деятелей культуры изживала. Вот смысл группы «Зеро», почему название «Зеро», почему «Ноль»? Да, это обнулить счет, это вернуться к нулю, это начать все сначала. И вот этот отсчет «начать все сначала» – это было то, придумать абсолютно новое искусство, начать с нуля. Это было то, чем занималась группа «Зеро», одним из основоположников, который был Мотопинный, а другим его соавтором, сооснователем группы «Зеро» был Хайнс Мак, и чуть позже к ним присоединился Гюнтер Йокер, может быть, вы его помните, это была одна из первых привозных выставок в Москве, замечательный немецкий художник, который сбивал гвозди, да, это такие вот очень красивые объекты, ощеривающиеся гвоздями. И, ну, начинал Пинный, ну, естественно, как все художники его поколения, с живописи, и вот с фигуративной живописи, и вот одна из ранних его фигуративных работ, такая нехарактерная, занятна тем, что в ней уже появляется та тема, которая для него будет важна, летающие люди для него уже... Картина Отто Пина «Летающие люди». Горизонтально ориентированный лист. На белом фоне, серо-чёрным цветом, изображено пять человеческих фигур. Фигуры обобщённые, лиц не видно. Тела находятся в разных положениях. Они напоминают космонавтов в невесомости. Это как будто покадровая съёмка человека, который совершает в воздухе кувырок через голову. Появляется история про полёт, уже появляется желание оторваться от Земли, и вот эта идея оторваться от Земли будет одной из главных идей группы Зира. Начинает он уже в рамках группы Зира, которая была обоснована в 1957 году, как раз начинает он с того, что он придумывает вот такие вот картины-решётки. Это в каком смысле живопись без живописи. Это абстракция, абстрактная живопись, сделанная по трафарету, и абстракция, которая монохромная. Монохромы тогда были одним из главных открытий этого времени, потому что одновременно монохромы делает и в Кляй, на котором мы говорили, и это тоже такое освобождение от живописи, освобождение от рукотворности, и освобождение от той чрезмерной психологизированности, мелодраматизма, которым была нагружена живопись того времени, в том числе и абстракция, которая вот та там лирическая абстракция, ташизм, те формы абстракции, которые были мейнстримными после войны, в послевоенное десятилетие. Вот избавиться от этого излишнего драматизма, избавиться от психологического груза и в каком-то смысле избавиться от антропоцентризма. В общем, ситуация, в которой оказались художники поколения ОТП, была очень похожа на ситуацию, в которой оказались представители исторического авангарда после Первой мировой войны. Вся цивилизация, какой они ее знали, вся культура, привела к абсолютному краху, поэтому нужно начать все с нуля, нужно, как это делали дадаисты, как это делали участники Баухауза, надо начать все с нуля, надо придумать какие-то новые ориентиры, и надо отказаться от этого, от психологизма, от антропоцентризма, от всей предыдущей культуры, которая ни к чему, кроме как к краху, привести не была способна. Поэтому возникает вот эта вот нулевая степень живописи, если перефразировать нулевую степень письма Ролана Барта, живопись, написанная по решеткам, живопись монохромная, живопись, которая состоит не столько из живописных, сколько из оптических эффектов, если рассматривать эти картины близко, это рельеф, и работает в этих монохромных картинах не краска, не мазок, потому что там нету мазка, она сделана, как бы, живопись, которая сделана не мазками, без участия руки, без такой физической вовлеченности художника. А работает там свет, то, как эта поверхность отражает свет, то, как она, то, как, вот эта работа со светом, работа с поверхностью и работа с некими оптическими эффектами. Группа Зира была, в общем, современниками такого направления, как оп-арт, оптическое искусство и кинетизм, то есть все новые искусства, которые работали, ну, продолжал этот сюжет довольно долго, которые работали с идеями движения, света и пространства. И эти идеи движения и света, были также одним из главных историй, одним из главных историй группы Зира, для которых эта устремленность вверх, устремленность, ощущение движения света, неба, были обещанием некой новой утопии, потому что, что делает группа Зира, как бы вернуться, начать все с ноля и создать новую утопию. Неким их слоганом было, что каждый достоин лучшей жизни, вот это указание на лучшую жизнь, вера в лучшую жизнь, и была основой, утопическая основа этой группы, которая во многом вернулась к утопическим устремлениям исторического авангарда после Первой мировой войны. И идея решетки и света, идея у парта привела Пина к тому, что он придумывает новый вид искусства, он придумывает так называемый световой балет. Это световые инсталляции, то есть это те же самые решетки, те же самые структуры, через которые пропускается свет, это все движется, это кинетическое искусство, это подключение идеи, еще одной идеи технологии, науки и прогресса. Опять-таки, и это некое очищение науки, очищение техники от того, как бы такая декабилизация техники, технологий, потому что до этого технология ассоциировалась исключительно с войной, все техники были военными, свет был угрозой, свет был там, это то, что было угрозой. И вот эти все, как бы очистить эти идеи, технологии прогресса от того, что это что-то обязательно несущее угрозу, связанное с войною, связанное с агрессией, представить такой световой балет, представить технологии, как бы абсолютно неутилитарные, это абсолютное создание вот такого светового шоу, почти предвосхищающего, собственно, дискотеку, предвосхищающую светомузыку, идеи светомузыки, которые появляются, опять-таки, ну, не появляются давно, да, появляются еще и у Скрябина, тоже в историческом авангарде, но становятся опять популярными в 60-е годы, когда, собственно говоря, и существовала группа Зира и Отто Пины, вот он придумывает все эти невероятные, ну, действительно уже совсем дискотечные конструкции. Фотодокументация работы Отто Пины. Темная комната. В центре стоит крупный черный шар на низкой подставке. В шаре множество небольших, несимметрично расположенных круглых отверстий. Сквозь них пробивается яркий белый свет. Свет, исходящий из отверстий в нем, отражается круглыми пятнами разных размеров на стенах комнаты. Но за всей этой дискотекой, за всей этой дискотечностью тогда нужно вспоминать, помнить, что это был утопический посыл, что это была идея вот этого лучшего мира, что это была идея оторваться от Земли, оторваться от драмы, обратиться к новому миру, в котором главное, что происходит, это идея космоса, это идея, как бы, новая идея прогресса, новая идея, как бы, будущего, которая 60-е, это так же, как и 10-е, 20-е, это, может быть, одно из самых утопических эпох в 20-м веке, но при этом это, как бы, такая утопия, которая немножко еще является психоделической и фантастической. Давайте мы посмотрим первый фрагмент, как, собственно говоря, вот этот самый световой балет, как это выглядит, когда это все не фотография, это все-таки кинетическое искусство, как это все выглядит в движении. Покажите, пожалуйста, первое видео. В большой темной комнате на стенах световые проекции. Белые точки, симметрично расположенные в несколько рядов. По залу под потолком передвигаются световые потоки из линий, напоминающие молнии или электрические разряды. Световые линии и точки то исчезают, то появляются. Создается эффект плавно перетекающего по стенам светового рисунка. В принципе, когда эти проекции показывались, они сопровождались звуком, специальную музыку под них не писали и показывал их отопины в сопровождении джаза, в основном такого, экспериментального джаза того времени. Вот хотя, конечно, была связь того, что происходило в искусстве того, в том числе в том, что делала группа Зира, с тем, что происходило в музыке, это тоже достаточно интересный сюжет, который можно, если кому интересно, продолжить исследовать самостоятельно, потому что человеком того же поколения, что и отопины, участники группы Зира, был, например, немецкий композитор, один из основоположников современной электронной музыки, Кархальдштукхаузен, для которого тоже была, как и для всей электронной музыки, тогда появляющаяся, тоже, наверное, был важен этот сюжет от как бы некой реабилитации технологий, реабилитации прогресса, это вот то, что их связывает. И потом то, что такую новую немецкую культурную идентичность, послевоенную, создает Германия времен уже холодной войны. Это, опять-таки, события, происходящие в искусстве, потому что там достаточно мощно развивающееся искусство, и также мощно развивающаяся музыка экспериментальная, в том числе экспериментальный рок, крауд-рок, ну, такое отступление. Наверное, закончим на этом ролик, да? В общем, более-менее понятно, как эта замечательная светомузыка конца 60-х выглядела, вот, и вот всевозможные предметы, которые от нее остаются, вот, и идея света, света, который становится главным медиумом искусства для отопины, света, который одновременно, свет – это и электричество, и техники, и свет – это стихия, и вот такое более, как бы, его достаточно позднее вещь – это мемориал, поставленный на месте угольной шахты, которую завалило, в которой погибли люди. И Пина придумывает такой вот памятник, да, этим погибшим, памятник этому несчастью, которое случилось, промышленной эпохи, индустриальной эры, опять-таки, помните, когда мы говорили про Бехеров, что вот это все, это конец индустриальной эры, в 60-е годы происходивший, это тоже один из сюжетов, который проходит через творчество очень многих художников до разных поколений. И вот то, что сделал Пин, он сделал такую огромную, огромную шахтерскую лампу, которую он поставил над этой шахтой, и для него лампа, которая загорается вечером, и лампа, которая для него символизирует то, что вот этот свет прогресса, ангел прогресса, вечерами может превращаться в дьявола, что это вот демоническая суть прогресса, которая тоже есть, к чему он приходит уже в 90-е годы. В 98-м году он этот проект придумывает, и вот осуществлен он в 2007 году, просто пока собирали средства на его осуществление, достаточно мощный проект. Фотодокументация работы Отто Пины. Вид на ночной город. На переднем плане во всю высоту фотографии конструкция, похожая на верхнюю часть башни. На цилиндрическом основании красного цвета стоит сквозная металлическая конструкция. Она имеет форму трапеции. Края почти не выходят за границы основания. А внутри неё жёлтый свет, напоминающий огонёк внутри светильника. На крыше конструкции красный крюк, изогнутый как змея. Конструкцию можно сравнить с огромным горящим светильником. Ну вот и идея всяких световых проекций, идея картин, которые на самом деле как светопись, и она тоже для Пины проходит через всё его творчество. Такие достаточно поздние вещи. Это, собственно говоря, отверстия, пробитые в металлических листах. Объект ОТОПИНЕ КУПА ПЛЭЙ Игра слов. Дословно переводится как «медная игра». Но сочетание этих слов означает также «совместная игра». Это металлический лист квадратной формы золотистого цвета. В листе прорезано множество сквозных отверстий, расположенных симметричными рядами. За листом находится источник света в форме кольца. Это кольцо диаметром примерно в половину длины листа просвечивает через дырочки в центре металлического листа. И источник света, который помещен за картиной, вращается. Там ещё мотор есть. То есть это такая вот движущаяся, буквально движущаяся картина, движущаяся живопись и движущаяся световая живопись, которую он продолжает делать. При этом, как бы, как я уже говорила, свет — и это не только технология и электричество света, это ещё стихия, это ещё возвращение к природе. Почему возникает идея отказа от психо... В том числе отказа от такой чрезмерной психологизации, чрезмерной антропоцентричности, что одно из высказываний Пина, что надо понять, что мир вокруг человека всё равно больше, чем мир внутри человека. И надо снова почувствовать себя частью этого мироздания, обратиться к стихиям. Поэтому возникают вот такие названия, «Чистая энергия», «Глаз», «Солнце», «Луна». И возникает желание, собственно говоря, эти стихи использовать в творчестве. В конце 50-х годов эту пену начинается давать картины при помощи огня. Ну, надо сказать, что начинает он это не первый, потому что примерно тогда же, может быть, чуть позже, чуть раньше, в общем, одновременно с ним такую же живопись огнём начинает делать Ив Кляйн. Ив Кляйн, с которым группа Зира прекрасно была знакома. Они познакомились в 57-м году, потому что первая выставка, одна из первых выставок у Кляйна была в Германии. Вот они тогда познакомились, действительно были друзья, и Ив Кляйн был женат на сестре Юкера. То есть это были предельно близкие связи группы Зира и Ив Кляйна с его изобретениями, с его использованием стихий в творческом процессе создания работ, с его утопическими такими построениями, с его идеей пустоты, монохромов и отказа от живописи. И, конечно, всё это происходило рядом, все были в курсе всего событий, но, пожалуй, то, что интересно, что всё-таки Зира и Ив Кляйна были гораздо менее радикальными художниками, чем Кляйн, там, где Кляйн выходит в пустоту и в отказ от живописи, и в отказ уходят в концептуальное искусство, фактически. Группа Зира всё-таки приходит к тому, что все эти открытия, все эти разрывы, жесты великого отказа от каких-то предыдущих представлений о том, что такое искусство, можно использовать как формализм, как формотворчество. Это достаточно формалистическая группа, и то, что делает Пина, вот эта живопись, сделанная при помощи огня и дыма, да, это всё равно остаётся очень, ну, остаётся картинами, это остаётся картинами, в которых присутствуют все полагающиеся живописи, там, калористические, композиционные и прочие формы, то есть это остаётся таким очень, действительно, классным, красивым искусством, которое он продолжал делать на протяжении всей своей жизни. Картина работы Отто Пины. Горизонтально ориентированный холст. Абстрактное изображение, блеклые цвета, преимущественно тускло-оранжевый и тёмно-синий. Тускло-оранжевый фон напоминает поверхность непрозрачной мутной воды. По нижнему краю в центре изображения два больших круглых всплеска, будто отброшенных в воду предметов. Всплески ярко-синие, окрашивающие воду вокруг себя в синий цвет. Поверхность полотна гладкая, но в месте всплесков мазки выпуклые, объёмные. То есть всё равно, как бы он не пытался отказаться от живописи, он продолжал создавать эту картину тем или иным способом сделанные и доказывал возможность все эти истории, всё-таки все эти технологии применить для того, чтобы продолжать создавать искусство в таком классическом варианте, хотя сам этот процесс создания живописи огнём был, конечно, предельно зрелищен, хотя, насколько я знаю, публично он не делал из этого перформанса, он не делал публичные сеансы живописи огнём, как публичный сеанс. Но при том, что живопись огнём как бы перформансом не становилась, Пина достаточно, тоже в середине 60-х годов всё-таки обращается к жанру перформанса, к жанру некого зрелища. И это тоже как бы перформанс, который мы сейчас, сейчас можно назвать мультимедийным, тоже с космогонической историей, участие всех стихий в нём. Но что это такое? Это проекция, это опять-таки живопись светом, это абстракция, достаточно цветная, вот так это выглядело, красочная, тоже, как можно сейчас сказать, что это та же самая прекрасная психоделическая эстетика 60-х годов, где бы тоже задействовался свет, задействованы всякие, и задействованы надувные структуры, на которые пространство, на которые все эти прекрасные цветовые пятна проецируются. Вот так выглядела реконструкция этого перформанса, сделанная в 2014 году на последней выставке, такой ретроспективе от Пины, которая проходила в Перлине в новой галерее. Фотодокументация выставки. В тёмном зале галереи находится несколько белых светящихся экранов и один белый шар. Экраны по-разному расположены в пространстве. На них через проектор направлены яркие разноцветные изображения. Ближний экран виден слегка сбоку. На белом фоне изображена зелёная фигура, напоминающая круг, плавно перетекающий в другой круг, более маленький. За этим экраном справа стоит белый шар. На шар проецируются зелёные круги и овалы. Дальний экран справа фиолетового цвета с маленьким синим кругом на нём. Вдалеке слева экраны с красными, синими, зелёными кругами и округлыми фигурами неправильной формы на белом фоне. И, конечно, это сейчас, причём даже в современном варианте реконструированном, это выглядит более, даже, может быть, более наивно, чем на снимках 60-х годов. И, конечно, немножко напоминает вот эту эстетику ламп, магма, в которых плавают всякие замечательные тягучие пузыри. В общем, такой тоже симпатичный объект, родом, наверное, из 60-х и вот из этой самой ретрофутуристической эстетики. Конечно, в 2014 году это выглядит вполне себе ретрофутуристическим, но, тем не менее, вполне впечатляющим. Тоже, если можно, мы покажем, как это выявляет, я покажу фрагмент, как это выглядело, но с точки зрения зрителя, это, судя по всему, какая-то любительская съёмка, сделанная в Берлинском музее в 2014 году. В большом тёмном пространстве галереи на стенах несколько больших экранов. В центре зала огромный шар. На экраны стены и шар проецируется световое абстрактное изображение. Разные фигуры ярких кислотных цветов сменяют друг друга с периодичностью раз в одну-две секунды. Создаётся ощущение размеренно и ритмично пульсирующего изображения. Доминируют синие, зелёные и красные цвета. Ну, такое более-менее даёт об этом представление. И что ещё интересно, что появляется в этой работе, появляется не только то, что это инсталляция, которая как и в световом балете становится пространством, что это пространство, в которое попадает зритель, это пространство перформанса, это в современной версии гилса полчаса, То есть это пространство медитации, это пространство, в котором ты должен как-то изменить сознание, уйти в другое измерение, то есть пережить некий экспириенс, для которого это сделано, оторваться от земли, обнулить своё сознание. Ну и тем, что там начинают использоваться скульптуры, что там начинает использоваться пространство, и вот эти надувные конструкции, надувные шары, на которые делаются эти проекции, которые меняются в зависимости от поверхности, на которую они проецируются. Вот такой вот шарик надувной с проекциями еще был сделан, показан в музее Гугенхайма, где он как раз для этого очень сложного, для выставления традиционного искусства, замечательной архитектуры музея Гугенхайма, как раз там этот шар, конечно, невероятно эффектно смотрелся. И использование проекции и технологии, уже медиа-технологии, потому что то, что делает Отопин, это еще и начало искусства новых медиа, начало такого расширенного кино, это тоже одна из концепций 60-х годов, расширенное кино, когда это было, под которое еще много чего понималось, в том числе проекции фильмов или слайдов на всевозможные неправильные поверхности, не на экраны, а вот на всякие там, в том числе на пузыри, там, выгнутые стены, надувные скульптуры, там, это тоже была одна из историй 60-х, начавшаяся в том числе с Отопины, так же, как и с него, вот в сотрудничестве, он вместе с Альдо Тембелином, он основывает театр, Black Gate, театр, который был в Германии и в Америке, и это театр, про который очень сложно сказать, да, в современных терминах, это театр драматический или это кинотеатр, потому что это театр, который специализировался вот на таких вот мультимедийных представлениях, в которых были проекции, но это были проекции на некое пространство, на некое действие. И вместе с Альдо Тембелином Пина делает, в 68-м году делает тот же шинопионерский эксперимент, он делает первую телепередачу, которая мыслилась как произведение искусства, то есть первое использование телевидения, как медиа современного искусства. Это тоже был такой вот конец 60-х, начало 70-х, даже начало 80-х, была такая прекрасная, абсолютно утопическая идея, да, что каждая новая технология, рождаясь, несет в себе элемент утопии, что как бы вот когда радио появилось, там, итальянские футуристы считали, что радио можно использовать для создания авангардного искусства. Если новая медиа современно тому, как бы, искусству своего времени, то считалось, что вот радио должно быть носителем авангарда, из этого не очень что-то получилось. Точно так же в телевидении в 60-е годы мыслилось, как новая медиа, которая, наконец, выведет, сделает искусство общедоступным, выведет искусство из плена музеев и коммерческих галерей, что это искусство, которое может принадлежать всем, что это искусство, которое не показывается по телевизору, а искусство, которое существует в телевизоре, произведение искусства существует на экране в тот момент, пока идет трансляция. Это не показ картин, да, это не показ перформанса, на котором надо присутствовать, а именно это и есть произведение искусства. Ну, понятно, что из этого тоже не очень много чего получилось, но эта идея там где-то до 80-х годов существовала и, может быть, до сих пор где-то существует. Вот, и вот такую вот одну из первых телепередач, телевизионную передачу «Современный искусство» в 68-м году делает Пины. Фотодокументация инсталляции художника Отто Пины. Это настоящий старый телевизор. Вся передняя часть телевизора, верхняя сторона и часть боковых сторон сплошь обклеены круглыми светлыми бусинами. Они немного отличаются по размеру. Но оклеены только экран и кнопки в верхнем правом углу. Ну, и, соответственно, возникает вот такой вот прекрасный объект, вот такой вот замечательный телевизор, как телеприемник, как произведение искусства. И идея, тоже связанная с этим мультимедийностью, идея архитектуры. Пина очень интересовала архитектуру, очень интересовал синтез света, проекции визуального искусства и архитектуры. Идея, опять-таки, абсолютно тоже унаследована из авангарда 20-х годов, 10-х, 20-х годов. Одним из очень значительных таких и близких художников для Пины был Ласло Махойнати, о котором мы говорили, один из профессоров Баухауса, тоже еще в 10-е и 20-е годы придумывавший мультимедийное искусство, придумавший, как было бы прекрасно делать паблик-арт с огромными проекциями на стен и здания. То, что тогда не получилось по техническим и финансовым причинам его эпохи. И то, что получилось все-таки как раз у художников, начиная с поколения Утопина, вот такие вот кинетические скульптуры фантастические, которые он делает, изменяя облик зданий. На фотографии прямоугольное здание, снятое ночью. Высотой здание около 3-4 этажей. Ширина здания около 20 метров, длина не менее 40. Оно выполнено из камня или бетона. Здание можно разделить на две равные по высоте части. Это два поставленных друг на друга прямоугольных объема. Верхний прямоугольник больше нижнего. Его края немного выступают над нижним прямоугольником со всех сторон. Эти края опираются на столбы. Весь фасад верхнего прямоугольника украшен большими лампами. Лампы круглые, сделаны из глянцевого металла. Лампы расположены на металлической сетке с большими ячейками. Они расположены на некотором расстоянии от стен и светят на них, а не на улицу. Некоторые лампы включены. Свет от ламп образует вертикальные полосы на фасаде здания. То есть такое вот начало пабликарты, когда здание превращается в такие совершенно научно-фантастические конструкции. И опять-таки Пины одним из первых начинает делать надувные скульптуры. Надувные скульптуры. Скульптура от Тепины «Цветы зла». В центре зала галереи расположены семь похожих друг на друга скульптур. Высота их чуть выше человеческого роста. Скульптуры выглядят как цветы на длинных ножках. Они чёрного цвета, сделаны из накачанной воздухом резины, как надувные игрушки. Бутоны цветов напоминают тюльпан. Цветы закреплены на маленьком чёрном цилиндрическом основании, по два цветка на каждом. Их стебли наклонены в противоположные стороны. Которые сейчас мы все ассоциируем с рекламными акциями, с какими-то эстрадными попсовыми шоу, но которые появились в 60-е годы. Это современная выставка в музее современного искусства Тегерана. Есть там музей современного искусства, и там вот такие вот эти прекрасные работы тоже показывают. Вот идеи надувных скульптур, которые приходят в 60-е годы, наверное, появляются из авангарда. И вообще некая идея надувных конструкций – это что-то такое очень 60-е годы. Потому что это одновременно и утопическое, и воздушное, и устремлённое в небо. И отчасти наследующие таким ретрофутуристическим представлением о огромных дирижаблях и воздушных шарах. То есть такая идея почти жильверновского будущего, которая реализуется. И, с другой стороны, это будущее, это утопия немножко игрушечная. Это всё равно детский шарик, это всё равно игрушки. И вот эта утопичность и инфантильность 60-х годов, она вот в этой любви к надувным структурам, наверное, воплотилась. И дальше, опять-таки, наверное, всё-таки из идей передовых дизайнеров и художников того времени, собственно, перешла в массовую культуру, скажем так. Почему массовую культуру? Это уже всё-таки начиная с каких-то солитарной массовой культуры. Если говорить о появлении надувных скульптур в концертах, да, то первое, наверное, «Пинк Флот» делали, которые были тоже таким авангардом своего времени, вот эта там надувная свинья в «Animals», собственно, тоже это какое-то что-то существующее на грани этого современного искусства и уже более-менее поп-культура, да. И Пинк тоже придумывал свои конструкции, вот эта вот берлинская звезда, огромная суперзвезда, она придумывалась и в идеале она должна была быть частью перформанса. Фотодокументация работы Отто Пины. Чёрно-белая фотография. Городской пейзаж. На первом плане проезжающая машина. За ней на фоне многоэтажного здания огромная надувная скульптура белого цвета. Нижняя её часть похожа на большую снежинку, из которой торчат остроконечные осколки. Вверх от неё идут длинные полупрозрачные надувные петли трубки, наполненные воздухом. В высоту скульптура приблизительно равна десятиэтажному зданию на заднем плане. Пина дружил с Нам Джон Пайком, ещё с тех пор, когда Нам Джон Пайк был в Германии. И Нам Джон Пайк – основоположник искусства новых медиа, видеоарта. Это, наверное, человек в своём утопическом видении прогресса, очень близкий к тому, что делала группа Зира, хотя они совершенно разные по эстетике, но вот это утопическое видение технологий их, наверное, очень сближало. И Пина придумывал перформанс для постоянного соавтора и партнёра Нам Джон Пайка, виолончелистки Шарлотты Мурман, где она должна была играть, находясь внутри этой звезды надувной конструкции, которая должна была летать. Внутри этой летающей звезды находятся музыкантши, играющие на своей виолончели. Ну, по-моему, из этого ничего не получилось. Но вот как бы идея, чтобы показать, для чего это могло быть. И вот эти вот огромные надувные скульптуры, надувные, устремлённые в небо, пины тоже стали таким вот фирменным знаком, придумкой пины и частью перформанса. Вот такой вот огромный перформанс первый он делает в 1977 году в Касселе на знаменитой выставке документа, которая проходит раз в пять лет в Германии. Это одна из главных европейских выставок, формов современного искусства. И вот делает он там это в сотрудничестве с МИТом. МИТ – это Массачусетский институт, технологический институт, очень знаменитое учебное заведение, в котором пины преподавал. Потому что на самом деле с середины 60-х годов он живёт между Германией и Соединёнными Штатами, потому что его утопическое видение прогресса в Штатах оказывается, как бы, так сказать, более уместным, чем в Германии. Потому что в Германии всё-таки изживание травмы, и такое более серьёзное и драматическое видение того, чем должно заниматься современное искусство, победило. Там то, что делал Бойс, например. Хотя с Бойсом они тоже были прекрасно знакомы. Группа Зира начиналась в том же городе Дюссельдовске, где начинал свою карьеру художественную Бойс. Поэтому это всё было рядом. Но, собственно говоря, вот эта прекрасная прогрессивная вера в прогресс, вера в техническую утопию, она была как бы более велком в Соединённых Штатах, в которых пины, собственно, живёт и преподает. Опять-таки все эти идеи устремлённости в космос, того, что наш век – это век астронавтики, это век космических полётов, она там как-то была более к месту. И по-другому воспринимали его. Тем более, что в этот момент он попадает в идеальную для себя компанию. Он работает с основателем, собственно, художественной факультеты или, не знаю, департамента, как это можно назвать, Георгием или Диоржем Кеписом, венгерского происхождения, художником и изобретателем, который был учеником Махой-Надзе, но не по Баухаузу, а уже по чикагскому Баухаузу, то есть по американской ветке Баухауза. Поэтому там вот эта прямая связь с историческим авангардом, она всё-таки осуществилась. И когда Пинн делает свой проект в Касселе, он там как-то тоже в 1977 году, как бы это не очень оказывается с энтузиазмом воспринято, потому что это не то, что тогда воспринималось и как скульптура. Но потом он в том же году повторяет это в Вашингтоне на национальном моле. Национальный мол – это то, что соединяет Капитолий, там Белый дом, все мемориалы. И одновременно на этом же моле находятся все главные музеи Вашингтона, в общем, прекрасные музеи, в том числе современного искусства. Вот на этом месте, которое, наверное, такое самое официальное место Америки, с одной стороны, с другой стороны, это достаточно приятное место с газонами и прогулками, с массовыми гуляниями. Вот он делает этот самый перформанс, и там неожиданно туда приходит толпа народа. И его воспринимают гораздо большим энтузиазмом, чем в Касселе, потому что приходят люди, для которых это не современное искусство, которое непонятно, да, для которых это прекрасное зрелище, для которых это огромное шоу. И там это, в общем, пользуется огромным успехом. И действительно, может быть, удивительное свойство именно в Америке, что там никто современного искусства не боится, а воспринимает, если это прекрасное зрелище, то совершенно неважно, как это называется, это прекрасное зрелище. И вот это расширение поля искусства там, как раз, собственно говоря, произошло. И с конца 60-х годов именно в Америке Пина начинает придумывать вот этот самый скай-арт, небесное искусство, огромные надувные конструкции, которые расчерчивают, которые вот отрываются от земли, собственно говоря, расчерчивают небо, создают некие скульптуры или некую утопическую архитектуру в небе. Это тоже такая идея, но там все научно-фантастические фильмы, это про то, что в небе что-то летает, а туда устремляются там мосты, переходы, небоскребы и так далее. Такое воплощение утопии, утопии вот этих надувных, легких, прозрачных конструкций парящих. И тоже, как для Пина, связанное с этим изживанием страха войны, потому что во время войны, когда он там еще совсем почти подростком, наверное, должен был выполнять свой долг, патриотические и воинские, и там задания, которые давали вот таким подросткам, да, это быть дозорным, посмотреть в небо, ждать, когда самолеты появятся. И вот это ощущение, что любое пятно света в небе является угрозой, и второе, у него в одном из интервью, он прекрасно совершенно рассказывает историю, что в конце войны он уже, все закончилось, он уже идет домой, идет пешком, пытается перебраться через реку, через Эльбу, выходит к этой реке, огромной, широченной, видит вот это небо, синее небо, которое отражается в этой реке, и понимает, что только после того, что война закончилась, потому что именно после, теперь небо синее, безоблачное, не несет угрозы, потому что во время войны небо это угроза, хорошо, когда темно, хорошо, когда дождь, потому что тогда не могут летать самолеты, тогда не так опасно, что разбомбят, и что синее небо это всегда угроза, а здесь это синее небо, это наконец вот абсолютное, наконец его можно не бояться, и поэтому вот эта устремленность в небо, которые, эти прекрасные парящие в небесах конструкции, которые он создает, И тоже еще одна очень важная для него вещь, которую он формирует, что для художников предыдущего поколения, говорил Пиново в одном из интервью, они работали с землей, с почвой. Для них безопасность этого как ТПС, как дюбифе, действительно, там очень много было именно в европейском искусстве, такой землистый, грубый, глиняный фактуры, и ощущение безопасности, что это траншея во время войны, куда ты можешь прятаться от страха войны, где ты можешь пережить этот ужас. И поэтому так важно, что следующее поколение было связано, что будет уже связано не с землей, а с небом, с этой устремленностью в небо, с этой устремленностью в космос. И вот эту устремленность в небо, он, собственно говоря, пытался показать, что небо не страшное, что небо может быть обитаемым, что небо можно обжить, создавая вот эти вот замечательные небесные скульптуры, небесные, скай-арт, события всевозможные. Вот это вот обитаемого неба, небо, которое может быть, в котором могут создаваться картины и скульптуры. Работа Отто Пины. Олимпийская радуга. На фоне чёрного ночного неба возвышается разноцветная радужная лента. Лента описывает неровную дугу в пространстве, концами своими она закреплена на земле. Лента ярко подсвечена. Она поднимается в воздух на высоту более 10 метров. И один из самых его знаменитых, поскольку, естественно, это паблик-арт, это требует массовые события, которые воспринимались как массовые праздники в Соединённых Штатах. Поэтому ему предлагают сделать одно из таких небесных событий для закрытия Олимпийских игр в Мюнхене. Причём именно для церемонии закрытия. И эта церемония закрытия, а вообще Мюнхенская Олимпиада, это, как известно, очень трагическое событие, потому что на ней произошёл теракт. И долго шли разговоры о том, стоит ли продолжать Олимпиаду после этого теракта или не стоит, её решили продолжать. И решили всё-таки сделать церемонию закрытия, то есть сделать праздник. И Пина должен делать церемонию закрытия после теракта и после вот этой самой Олимпиады, которая одна из самых страшных событий в европейской истории. И он делает вот эту самую огромную радугу, это 600-метровая скульптура гелия, надутая гелием, и радугу, как вот этот мирный договор между Богом и человеком, как изначально, что значит радуга, после всемирного потопа, по-моему, что всё возможно, как знак надежды. И вот он делает эту самую огромную скульптуру, которая, естественно, пользуясь, естественно, это всё прекрасно проходит, он даже делает, у него был такой небольшой период, когда он делал декоративно-прикладное искусство с этой самой радугой, такую серию всякого сувенирки, да, которая возникла ещё как сувенирная продукция после этой самой Олимпийской, Олимпийской символики, да, в том числе. И вот эти самые световые скульптуры, световые надувные скульптуры, это то, что стало его изобретением, то, что он постоянно делал, и, наверное, самое грандиозное, что он делает, он делает в 2014 году, когда новая галерея берлинская, огромное прекрасное здание, построенное миссом Ван-де-Рой, опять-таки, это последнее здание миссы Ван-де-Рой, опять-таки, одного из метров Баухауса. Фотография сделана в ночное время. На переднем плане толпа людей возле современного здания. Здание невысокое, с большими светящимися синим светом окнами. Над зданием установлены два объекта в форме многоконечных белых надувных звёзд с неровными острыми выступами. Звёзды закреплены на длинных белых трубках, словно цветы на стеблях. От звёзд вверх тянутся тонкие прозрачные надувные трубки. Вся конструкция в высоту больше здания и приблизительно равна трёхэтажному дому. И вот он для него делает вот такое колоссальное шоу, и в день открытия этого шоу он умирает, как бы всё-таки, сделав вот эту прекрасную ретроспективу. Давайте посмотрим, ещё один ролик покажите, собственно, как выглядело это последнее. На плоской крыше невысокого здания установлена конструкция из надувных дуг, которые протянулись через крышу. Около 15 полупрозрачных дуг установлены следом друг за другом и выполнены из светлого полупрозрачного материала. Эти надувные дуги колышутся на ветру. Видео демонстрируется в ускоренном режиме, и мы видим, что происходит с надувной конструкцией в течение дня. На крыше, помимо дуг, устанавливают надувные белые остроконечные звёзды. Две звезды установлены на длинных белых трубах, и вверх от них тянутся длинные шлейфы. Стемнело. Ещё одну огромную надувную звезду наполняют воздухом в центре крыши. Звёзды ярко подсвечены. Звёзды ярко подсвечены. Продолжение следует... Продолжение следует...